Продолжение следует... Мы сказали, что любую целочисленную матрицу... Элементарными преобразованиями строк и столбцов... Можно привести к виду... Привести к виду следующему... Это будет диагональная матрица... Допустим, если в ней столбцов больше, чем строк, то имеется в виду, что здесь стоят какие-то числа... А во всех остальных местах стоят нули... Если бы столбцов было больше, чем строк, конечно, выглядело бы вот так... У1 и так далее... УМ... Ну и... Во всех остальных местах нули... То есть имеется в виду, что коэффициент в этой строке и этом столбце... Какой-то из наших У... Остальные все нули... Значит, где... К тому же... У1 делит У2 и так далее... Делит УН... Вот. Ну и что это были за элементарные преобразования? Элементарные преобразования были... Ну, примерно как над полем, только мы хотим, чтобы они были обратимы. Элементарные преобразования... Ну, во-первых, конечно, мы можем переставить... Вот. Второе. Мы можем строку или столбец умножить на минус единицу. Раньше могли умножить на любое ненулевое число над полем. Но тут нам важно, чтобы элемент z, на который мы умножаем, был обратим. И еще есть элементарное преобразование. Это прибавить к нашей строчке, заменить строку... Заменить... Там... ЛИ... Ну, или... Или ЦИ... Ну... ЛИ... Это строка ЦИ... Это столбец, да, от соответствующих слов по-английски, на... ЛИ плюс лямбда ЛЖ или ЦИ плюс лямбда ЦЖ. ЛИ... Где лямбда... Целое число. Вот. Ну, как это доказывается, так же, как обычно. Здесь берем матрицу ЦН. Допустим, Ц такая матрица. Можно предполагать, что она не нулевая, конечно. Если ЦН 0, то делать нечего. То есть мы считаем, что у нее хотя бы один коэффициент не нулевой. И, конечно же, переставляя строки и столбцы, можем добиться, что это Ц1 1. Значит, существует и Ж такое, что Ц и Ж не равно нулю. Переставляя строки и столбцы, можно предполагать, что Ц1 1 не равен нулю. Вот. Что мы делаем дальше? Если у нас, допустим, в первой строке или в первом столбце есть элемент, который не делится на Ц1 1, то мы его разделим. Значит, если в первой строке, ну, допустим, в первом столбце, да, если Ц1 1 не делится на Ц1 1, то заменим Ли на что? На Ли минус неполное частное, да, Л1, где Ц1 1 – это Ц1 1 на У плюс Р. Вот. И что сделаем потом? И перегоним этот Ли наверх, чтобы Ц1 стал Ц1 1. Вот. И поменяем местами. Поменяем местами Л1 с Ли. Вот. Ну, это первый случай такой. Если у нас вся первая строка и весь первый столбец, ну, тоже со столбцами, да? Тоже со столбцами. Вот. Если же вся первая строка и весь первый столбец делится на Ц1 1, то, ну, либо вообще вся матрица делится на Ц1 1, то, ну, это один, либо у нас там есть кто-то, кто не делится. То есть, но, допустим, Ц и Ж не делится на Ц1 1. Вот. Зачем я тут написала запятую Ц1 1, то мы делаем такой хитрый трюк. Мы делаем такой хитрый трюк. Мы сначала из этой строчки прибавляем кратность первой. Значит, Ли заменяем на Ли плюс там, ой, Ли плюс альфа 1 1. Извините, альфа Л1. Так, чтобы Ц и Ж стало нулем, при этом Ц и Ж до сих пор не делится на Ц1 1. Ц и Ж при этом Ц и Ж до сих пор не делится на Ц1 1. Вопрос. А почему мы можем вообще такое преобразование сделать? Ну как, это одно из наших элементарных преобразований. Альфа целое число... Вопрос скорее в том, почему такое альфа существует? Ну как, смотрите, у нас вся первая строка и весь первый столбец делится на Ц1 1. Вот. Я хочу... А, все, да, да. Сделать так, чтобы вообще сам адрес делилось на Ц1 1. Вот. То есть сначала... Сначала я прибавляю к Ли сколько-то Л1, чтобы сделать первый коэффициент нулевым. Но это возможно, потому что он же делится на Ц1 1. Вот я минус частное и прибавляю. Вот. Альфа это... Ну понятно. Минус Ц и 1 разделить на Ц1 1. Давайте, может быть, запишу. Вот. А потом... А потом... А потом я прибавляю к Ли... 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 Я прибавляю к Ли... Ли... Ой, сейчас что-то странное. А, ну конечно. Конечно. Я заменяю Л1 на Л1 плюс Ли. Да. Вот. Потом... Заменяем Л1 на Л1 плюс Ли. Потому что что у нас случилось? Смотрите. Ц1 1 у нас не изменился. Потому что мы сначала этот Ли так подготовили, чтобы Ц1 стал нулевым. Вот. А Ц и Ж у нас в итоге добавился к чему-то верхнему, что делится на Ц1 1. То есть мы добились чего? Мы добились... Что? Что-что? Что-что? Что... Ну да. Не добились. Значит, Ц1 1 остался таким же. Ц1 1 остался таким же. А Ц1 Ж... Ой... 1и... Теперь больше не делится на Ц1 1. Да. Да. Ну двухступенчатая манипуляция просто... Потому что мы хотим Ц1 1 не менять. Вот. А получить в первой столбце или... Ой... В первой строке какой-то элемент, который не делится на Ц1 1. Ну и повторяем нашу процедуру. То есть, повторяя нашу процедуру, добьемся, что все элементы матрицы делятся на Ц1 1. Вот. Потом мы все строки заменим на их же минус какая-то кратность первой. Вот. Вот. Столбцы тоже на их же минус какая-то кратность первого. Вот. Затем... Значит, добьемся... что Ц вида следующего. Значит, тут у нас Ц1 1. Здесь у нас нули. И здесь нули. Вот. А здесь какая-то матрица. какая-то матрица. Ну, допустим, А. Вот. Все элементы А делятся на Ц1 1. Вот. Ну и продолжим по индукции. Значит, продолжим по индукции. Да. Мы возьмем… Б. Это единица на Ц1 1А. И продолжим по индукции. вот так вот доказывается это теорема ну понятно на линейной алгебре вы примерно то же самое делали конечно теперь какое отношение это все имеет к классификации абелевых групп имеет самое прямое что из этой теоремы есть следствие ну давайте его тоже назову теоремой все таки потому что как раз это важная такая вещь теорема про базисы абелевых групп рима базисах тут следующее что если у меня есть какая-то абелева группа запутаться бы значения пусть у меня l какая-то абелева группа пусть конечно порожденная абелева группа ну нет слова свободная свободная пусть будет свободная группа свободно случае напомнить что есть свободная группа абелева дачность напомню группа конечного ранга господи да что пишу плохо сегодня конечного ранга так что или имеет базис и 1 и так далее н базис и свободная группа свободная абелева группа эта группа которая имеет базис то есть есть какой-то набор элементов порождающие группу и такое что между ними нет нет никаких нетривиальных соотношений с целыми коэффициентами вот она такая группа изоморфная прямой сумме какого-то количества копии z прямой сумме z потому что любой элемент из такой группы мы можем единственным образом расписать как там сумму икс и тых ей и тых где ей ты это элементы базиса соответственно сопоставляя элементу набор своих вот икс и тых таких координат в этом базисе мы получим изоморфизм группы с прямой суммой скольких то копии z но столько же сколько векторов в нашем базисе понятно в прошлый раз это подробно обсуждалось кто спрашивал там вспомнил что такое свободная группа ну видимо да так ну я не знаю давайте напишу еще на всякий случай что такое базис ну давайте напишу для простоты вот ранг это количество это количество элементов бояся она всегда одно и то же не зависит от выбора боится в базисе то есть у нас и один и так далее и р вот что такое базис это значит что любой элемент x единственным образом является линейной комбинацией и это их единственным образом да то есть и тогда наша группа изоморф на z в степени r x переходит вот в эти самые x и т хорошо значит пустили свободная группа конечного ранга так что вот у нее есть какой-то базис нет нет зря я это наверно сказала какой-то боюсь у него конечно есть но нас интересует вполне вполне определенный базис какой-то боюсь есть но мы пока его не пишем пусть у нас есть еще подгруппа и м в эльпан группа известно что она тоже свободно мы видели что подгруппа свободной группы свободно свободно что она тоже свободно тогда существуют базисы но существует наверно существует базис и е 1 там базис l е 1 и так далее е н такой что у 1 е 1 и так далее у н е н базис 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 n для некоторых м для некоторых у и т целых где каждый у и ты делит у и и плюс 1 и вот ну как это получается как это получается базис m может быть поменьше то есть там не n обязательно а ну да е ну я им разрешаю быть равными нулю у нас у нас речь скорее о том что у нас получается что размерность что ранг и l и m будет одинаковым нет потому что если n равен ну то он не одинаковый у нас а у нас мы считаем что у нас у н т могут быть нулями ну у и т в z у и делит у и и д хорошо то есть у 1 не может быть нулем а у n может а так а у n минус 1 и у н т тоже могут быть нулями а делит ли 0 0 да это философский вопрос но я бы сказала что делит что значит одно число делит другое это получается у нас другое есть произведение да то есть вроде бы по определению получается что 0 9 0 хорошо то есть мы считаем что 0 делит 0 хорошо давайте давайте напишем укатая якатая давайте напишем укатая якатая давайте напишем укатая якатая давайте нули игнорировать так делит ли 0 0 это все таки философский вопрос хорошо ну как это следует из предыдущей теоремы это тоже такая линейная алгебра конечно же но у м есть какие-то образующие да пусть 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 они порождают порождают м вот ну и в один и так далее в н какой-то базис какой-то базис и тогда я могу написать что естественно f1 и так далее фэм от какие-то комбинации в один и так далее вы она то есть f1 и так далее fm это что такое е1 и так далее умножить на какую-то матрицу c вот ну и ешки у нас откуда взялись может считаем что у нас вешки извините вешки в бумажках они наоборот вот значит f1 и так далее фэм от какие-то вешки на c вот ну и что у меня происходит если я меняю если я произвожу операции со столбцами c то это значит я заменяю f и ты на там фи плюс лам дэльжи то операции со столбцами это операции с эфидами то есть например там заменить или и на ну не эль и отцы и ц и на что на ц и плюс ламда цжи то это заменить ф и на ф и плюс экономии то есть столбцы c это просто это просто кто это м и ты записанные в базе себе и тд вот то есть это замена системы образующих при этом этом новая и по-прежнему порождают рождают м ничего необратимого они сделал я потом могу вычесть лямбду и в жизни и снова получить мой любимый эфи ты вот операции со строками c со строками c это операции с в и тами это операции свои и тами вот при этом новая вы и это по-прежнему базис поскольку все операции эти обратимы там все операции обратимы вот но и здесь то же самое мы их так выбирали вот то есть что что у нас что что у нас прибавить иль и м иль же это умножить умножить c слева на что на вот такую матрицу у которой на диагонали единички а вне вот на и житом месте стоит м да вот на и житом месте стоит м а везде нули да вот соответственно при этом при этом у нас е в смысле не а вы и заменится на что заменится на вы и минус м в жи да вот то есть это матрица матрица там замены может там с плюсом все-таки будет там будет точно с минусом с минусом да а нет здесь с плюсом а потом вот с минусом сейчас скажу потому что эта матрица она у нас получает значит делает старая вы и из новых то есть вы и штрих понимаете да то есть соответственно чтобы получить новые и старых ее нужно обратить новые и старых значит получается умножением на обратную матрицу но сейчас на примере увидим вот хорошо ну давайте уж приведу пример так ну и ясно что повторяя значит по предыдущей теореме теоремя последовательность последовательность таких операций приведет нас ц ц ц ц диагональной но пишем c это диагональ у 1 и так далее что там как это число называлась к с у и делящим и плюс 1 ну это и значит то есть получим получим что в 1 нет f1 штрих до у 1 в 1 штрих и так далее f к штрих это у к в к штрих вот ну и соответственно можно взять можно взять в 1 и так далее в н штрих за этот что можно взять е 1 и так далее и н равный в 1 штрих и так далее в к штрих мы добивались того чтобы записать базис под группы как там какие-то кратности векторов базиса группы вот мы это сделали естественно f и штрих это базис потому что потому что такие вектора у и ты в и т штрих очевидно ли не зависит даже получается что сначала от е 1 до ентого идет а тут будет в штрих 1 и так далее до в штрих катого ну нет в штрих следующие никуда не делись просто они не участвуют в записи f и дых не там конкретного вопрос по поводу последней строчки то есть ли корректно ли такая запись потому что у нас вообще говоря наборы 1 и она конечно если а к написала была не права то есть мы делали операции над вы и тиме мы получили какой-то новой базе свои штрих в нем тоже n элемента вот но просто лишь к из них участвуют в в выражениях для f и тэх для базиса под группы f1 штрих и так далее fk штрих это базис под группы в 1 штрих и так далее в n штрих это базис n так давайте например посмотрим на простенький собственно на какую-то матрицу умножается на нее или на обратно давайте пример давайте посмотрим на группу ранга 2 значит пусть там ее как л звали какая и да иysk ок извините и то есть большая группа ее зовут l а маленькую группу зовут м значит пусть у нас l это z2 ну и базис там какой-то в 1 в 2 в 1 в 2 а в ней мы рассмотрим подгруппу порожденную 2 в 1 плюс в 2 и там 2 в 2 минус в 1 м подгруппа порожденная 2 в 1 2 в 1 плюс в 2 и 2 в 2 минус в 1 вот это пусть будет f1 это пусть будет f2 ну понятно там f1 f2 это что такое в 1 в 2 умножить на такую матрицу 21 минус 12 но сначала мы в этот левый верхний угол загоним единичку например давайте показ f работать мы поменяем местами поменяем местами f2 и f1 поменяем местами f2 и f1 и f2 еще на минус 1 умножим минус f2 и f1 порождают такую же группу естественно это что такое то в 1 в 2 на 1 минус 2 2 2 1 вот теперь мы что хотим сделать мы хотим избавиться вот от этой двойки опять преобразование столбцов значит столбец 2 заменим на столбец 2 минус дважды столбец 1 вот при этом у нас что произошло это значит мы f1 заменили на на что она f1 ну минус 21 то есть плюс 2 f2 у нас же c1 это минус f2 базис в 1 в 2 пока не менялся операции со строчками мы пока не делали то есть что у нас тут получилось второй столбец не трогали а первое здесь получилось 0 а здесь получилось 5 вот ну а теперь теперь нам нужно вместо базиса в 1 в 2 конечно же рассматривать что нам нужно рассматривать базис в 1 минус 2 в 2 то есть у нас вот у нас эти f1 f1 штрих и f2 штрих что на что у нас f1 штрих равно в 1 минус 2 в 2 и f2 штрих равно 5 в 2 нам теперь нужно чтобы все было совсем красиво нам нужно заменить в 1 на в 1 минус 2 в 2 вот то есть хотим заменить там остается да все что нам осталось сделать остается заменить заменить в 1 на в 1 минус 2 в 2 вот ну а при этом мы конечно же в этой матрице в этой матрице мы стройке складываем они они вычитаем потому что матрица то обратно давайте я это распишу подробнее вот это и есть прибавление прибавление 2 или 1 в к l 2 как ни странно 2 1 к l 2 то есть l 2 мы заменяем на что значит прибавить две первых строчки ко второе это значит умножить значит умножаем 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 значит прибавление двух первых строчек или 1 к l 2 это умножение слева на что на 1 0 2 1 да что нас 1 0 2 1 b c d это как раз что первая строчка у нас без изменений вот а вторая строчка у нас там 2 плюс c 2 b плюс d да вот при этом как вы понимаете у нас умножение вот на эту матрицу значит умножение на эту матрицу у нас выражает старые базис через новые они наоборот вот то есть поскольку у нас в итоге получится получится там f1 штрих f2 штрих это вот это вот матрица ой сейчас чуть я несу чуть не то сейчас секунду я хочу сказать что умножение вот на эту матрицу выражает старый базис через новый да конечно то есть у нас получится же такая штука в 1 штрих в 2 штрих на вот эту вот матрицу допустим а ну давайте напишу так 1 0 2 1 а b c d то есть вот такая штука это в 1 в 2 так что если я как раз наоборот хочу в 1 штрих в 2 штрих выразить так что что 1 2 0 1 выражает старый базис через новый а новый через старый это обратно а 1 минус 2 0 1 что мы на прошлой странице и видим видите нам нужно заменить в 1 на в 1 минус 2 в 2 поэтому у нас вот когда мы стройки складываем там плюс а когда мы когда мы вектора заменяем базисные там минус ничего удивительно в этом нет потому что плюс выражает старый через новый а нам надо новый через старый вот ну хорошо в общем когда мы все это проделали там в итоге получаем получаем что получаем когда мы вот прибавили получаем там какой-то f1 штрих f2 штрих равно чему в 1 штрих в 2 штрих то есть но ей и 1 е 2 до это это наш новый базис на что за матрицу вот мы здесь или два заменили на l2 плюс 2 l1 то есть это будет диагональная матрица с единицей и пятеркой вот так что базис значит е1 е2 это базис n а е1 и 5 е2 это базис м вот то есть м у нас свободная подгруппа того же ранга как это можно изобразить м все таки группа сильно меньше чем эль да потому что если мы вот это как решетку нарисуем да мы так решетку нарисуем долго рисовать потому что каждый пятый элемент нам нужен вот это l пусть у него тут будет 0 вот это е1 это е2 вот и соответственно элементы которые попали в м я отмечу красным в виду так красным это любая кратность е1 но кратности е2 только те которые делятся на 5 5 е2 у меня базисный вектор м то есть мне нужно их так вот через через пять да ой нет даже не так боже мой как раз не зря я тут сверху строчку нарисовала один два три четыре вот пять боже нет красным так да дальше опять пошли элементы которые у меня в м не лежать вот хорошо давайте посмотрим на фактор вот если у меня были или м заданы так как в начале были заданы что эль свободная группа с байсом в 1 в 2 а м под группа порожденная там чем-то еще вот абсолютно непонятно какой здесь может быть фактор так вот если на эти числа просто посмотреть но непонятно что может быть м вообще совпадает цель вот если не совпадает то как выглядит фактор из этой записи непонятно вот ну на самом деле понятно но это это я скажу чуть позже если бы она была чуть посложнее то точно было бы непонятно вот теперь когда мы это все привели вот к такому виду то очевидно что у нас тут за фактор значит замечание такая запись такая запись такая запись позволяет вычислить вычислить числить фактор группу фактор группу эль по эм что это такое как вы думаете за фактор группы видимо это z по 5 z ну что у нас в самом деле наш базис е1 е2 это изоморфизм l z z плюс z изоморф на с помощью выбора вот этого боится тут z тут базис е1 е2 да вот м изоморф на чему под группе значит здесь я один у нас пройден я один а тут 5 е2 значит будет 5 вот с таким базисом е1 и 5 е2 вот соответственно lpm это здесь не остается ничего z там полностью факторизуется во втором слагаем остается z по 5 но можно писать 0 плюс z по 5 более общим образом более общим образом если мы берем прямую сумму там если у нас есть же 1 плюс же 2 а здесь есть подгруппы h1 и h2 то значит g1 плюс же 2 по h1 плюс h2 изоморфно конечно же 1 page 1 плюс же 2 по h2 но это легко проверить если мы берем пару пару допустим класс же 1 класс же 2 мы естественно это переводим в класс же 1 же 2 да да то есть что такое это же 1 по модулю h1 а это же 2 по модулю h2 вот а это соответственно класс по модулю h1 плюс h2 ну и легко проверить что это не зависит от выбора представителя вот и в другую сторону точно так же вот выбора представителей и тоже в другую сторону так что мы теперь можем вычислять фактор группы вот так что выше приведенное описание ой что те пишу введенное описание позволяет вычислять вычислять фактор группы ну и соответственно соответственно у нас еще есть теорема классификации значит в частности мы заново заново получаем немножечко в другом виде теорему о классификации фикации ну заново не совсем заново потому что заново мы получаем теорему классификации конечных абелевых групп а сейчас мы классифицируем конечно порожденные абелевые группы фикации абелевых вот теорема 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 следующая что любая в этот раз у нас конечно порожденная была конечная ну понятно конечно это частный случай конечно порожденная а а а группа изоморф на следующий изоморф на такой значит это z по у 1 z плюс и так далее плюс z по у там к у нас было кажется да к это плюс какая-то сумма еще копий z вот где к тому же у и т делит у и плюс первое где у и т делит у и плюс первое ну в частности любая конечно порожденная абелева группа это прямая сумма циклических циклических ну циклических конечных или нет в частности любая конечно порожденная абелева группа прямая сумма циклических 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 ну что конечных или нет конечные вот будут эти z по у и тем z а бесконечные это будут z и ну почему понятно почему доказательства что раз она конечно порожденная у нее есть какое-то семейство порождающих значит пусть в 1 и так далее в м порождают нашу группу а это что значит это значит что у нас есть все реактивное отображение из z в м той степени в а там это значит что есть все реакция все реакция значит z в степени м в а ну что там x 1 и так далее x м переходит в сумму x и тых в и тых ну давайте ее назовем фи вот ну а ядро фи это подгруппу какая-то ядро фи это подгруппа подгруппа м и а изоморфно естественно фактору по ядру так а м у нас откуда взялось или мы назвали м ядро да хорошо подгруппа назовем ее ну вот теперь применим предыдущую теорему по предыдущей теореме теореме существует базис е 1 и так далее е м в z в степени м такой что там у 1 е 1 и так далее у м нет не м конечно а у к наверно да у нас рука то обозначалось к е к базис нашей подгруппы вот а значит значит фактор как раз такой как надо а значит изоморфно чему z плюс z плюс и так далее z да это вот наша z степени вот ну и базис здесь такое что наша м изоморфно чему значит у 1 z плюс и так далее у к z вот а здесь м штук их здесь м штук то есть первые к этому что-то произойдет а после к этого они просто оставятся как есть здесь их м штук ну и можно можно тут написать плюс 0 да вот так что фактор у нас получится как раз такой как надо можно спросить вернуть предыдущую на секунду сейчас сейчас просто напишу здесь у нас м минус карась а а а ну собственно как бы не очень понятно почему корректен будет переход от вот такой вот записи для а к той записи которая на следующую страницу ну потому что я же сказала что если у нас более общим образом если у нас вот есть такая прямая сумма вот а у каждого слагаемого есть как это подгруппа то фактор прямой суммы по прямой сумме вот этих вот подгрупп это тоже самое что прямая сумма фактора вот это легко проверить просто явно написать куда там что переходит вот проверить что это не зависит от выбора представителей соответственно 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 вот внизу предпоследнего слайда ровно это и написано у нас вот есть z порожденная я и ты давайте напишу что ли что здесь z z порожденная я и ты вот а здесь у нас подгруппы там какие-то у и z здесь сидит у нас у и z так вот это вот так допустим стрелку здесь в ней сидит у и z порожденная уитым еитым да вот ну и соответственно вот в последних z вообще там сидит 0 да вот соответственно с ними ничего не происходит когда мы факторизуем по нулю а с первыми z происходит такое что мы факторизуем по уитому z понятно ну вроде то есть это я просто переписала вот я переписала вот это вот более общим образом просто не для двух групп а для n то есть это вот эта синяя звездочка сейчас извините а можно вопрос да а я правильно понимаю то что вот мы брали векторы v1 и vm они у нас порождают именно группу или они базисом являются когда мы когда здесь порождают нет у нас а то она не свободная группа в ней базиса вообще скорее всего нет то есть смотрите у нас формулировки теоремы любая конечно порожденная абелева группа ну допустим а вот то есть конечно v1 и так далее vm это просто какая-то система порождающих потому что базиса в группе а скорее всего нет вот в такой группе нет базиса если только не все уитые равны нулю потому что базис бывает только в свободной группе базис у нас вот только в таком хвосте бывает z плюс и так далее z z по nz нет базиса потому что единичка она ну она конечно порождает группу z по nz но она не базис потому что базис это такая система линейно независимых элементов если их какая-то линейная комбинация равна нулю то тогда все коэффициенты равны нулю вот а единичка в z по nz у нас удовлетворяет тождество n умножить на единичку равно нулю понимаете да это не базис ни в коем случае базис бывает только у свободной группы если у группы есть базис то она прямая сумма какого-то количества копий z да вот такой волнующий вопрос свободную группу это верно что свободная белева группа это просто 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 обычная свободная группа факторизованная по а б а в лоб а ну я думаю что да то есть я думаю что если мы возьмем свободную группу в смысле теории групп и в ней под группу наименьшую нормальную которая содержит все коммутаторы то фактор конечно получится как раз свободная группа да хорошо вот если если же свободная группа смысле теории групп же штрих это коммутант же ну что такое коммутант же ну то есть подгруппа подгруппа порожденная а б а минус 1 б минус 1 как раз вот мы факторизуем по а б равно б а то есть а б умножить на что б а в минус 1 вот она автоматически нормально да автоматически нормально вот и фактор по ней фактор по ней абелева группа причем такая ну сама большая которая только может получиться же по же штрих это свободная группа значит на r образующих конечно будет z в степени рт свободно абелева группа от r образующих вот ну хорошо сейчас это не важно просто такое замечание в сторону так а ну у нас время то время почти вышло так 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 я думала больше сделаю вот хорошо значит мы получили вот эту классификацию теоремы классификацию конечно порожденных абелевых групп вот ну что что тут можно еще сказать значит замечание по делу то есть вот это вот сколько у нас там n минус к раз допустим ну я зачем я пишу n минус к ну пусть будет там не знаю сколько с раз вот насколько такая штука единственная там вопрос там вопрос единственность то есть насколько насколько все числа которые тут фигурировали в теореме все числа из теоремы зависит только структуры группы ну понятно что имеется ввиду конечно если мы хотим если там же изоморф на допустим z по 2z в квадрате да ну а то конечно там этот изоморфизм не один да то это разложение можно получить не одним способом да понятно можно выбрать любые два нетривиальных элемента там любые два нетривиальных элемента там породят там пару z по 2z в да так что а это их прямая сумма вот а тут три нетривиальных элемента то есть какие бы два мы не выбрали мы получим такое разложение это разное разложение вот ну а естественно раз она z по 2z то она не изоморф на там z по 4z то есть само разложение не единственное само разложение прямую сумма сумма не единственное вот но единственное но как бы вот эти самые уитые и и количество вот этих бесконечных 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 факторов зависит только от структуры группы а вот в частности их число к а также число бесконечных циклических факторов с зависит только от структуры группы можете пожалуйста вернуть на предыдущую потом сейчас верну вот структуры группы а давайте тут допишу это а изоморф на z по 1z плюс и так далее плюс z по у к z плюс z плюс и так далее z с раз ну не знаю если у это давайте я просто скажу что вектор этих уитых до у 1 и так далее у к они могут повторяться там единственное условие что каждый следующий делит предыдущий но они могут повторяться конечно же при этом то есть вот для этой группы будет там 22 до с равно нулю вот ну давайте я сначала в двух словах объясню почему с почему число бесконечных циклических зависит только структуры группы вот в группе есть такая штука называется кручение в самом деле в группе есть кручение в а есть подгруппа кручение торс это торшин по-английски кручение вот это все элементы конечного порядка все элементы конечного порядка в коммутативной группе у нас есть ли два элемента конечного порядка их сумма тоже конечного порядка вот в некоммутативная конечно неверно но вот мы сейчас коммутативном случае вот и фактор значит этот а торс конечно это прямая сумма вот конечных циклических если мы посмотрим на это разложение разложение звездочка красная его назовем это прямая сумма конечных циклических вот из этой красной звездочки вот а фактор а фактор по а торс ну это понятно те кто остались звезд на и так далее на z вот как раз и сраз вот так что отсюда уже видно что я зависит только от структуры группы вот отсюда с зависит только от структуры группы ну и понятно вот вот эта вот группа там а торс тоже зависит только от структуры группы ну допустим а торс естественно тоже так что нужно доказать для конечных так что единственность достаточно доказывать для конечных ну давайте уже время то вышло может быть надо с этого начать следующий раз наверно удобнее идея значит доказать для примарного разложения то есть помните мы в прошлый раз раскладывали в сумму п групп доказать для разложения в сумму п групп ну и соответственно вот а из этого уже вывести для уитых ну попробуйте в качестве упражнения но мы с этого следующий раз ну следующий раз уже завтра начнем вот так ну на сегодня наверное наверно наверно все в общем завтра как обычно на факультете до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...